Московский коксогазовый завод В этот раз в заводскими династиями и с их судьбами познакомились студенты колледжа Московия Наша задача – показать историю завода, показать судьбы тех людей, которые стояли у его истоков И показать ребятам, почему здесь вообще возник этот город, почему мы вообще здесь все живем Если бы не московский коксогазовый завод, то неизвестно, что бы здесь было сегодня Может быть, стояли бы склады и прочее, прочее А так сегодня молодой, цветущий, очень интересный город В этот день всем присутствующим в зале удалось перенестись в прошлое Ветеранам вспомнить свою юность, а студентам узнать много интересного не только о судьбах работников завода Но и об истории города Видное в целом А по сложившейся традиции заслуженные работники оставили свои подписи на памятной каске Анна Нечаевой называет завод своим отцом и матерью С 46 лет она трудилась на предприятии, вкладывая в работу все свои знания и опыт Коксогазовый дал мне все, говорит Анна Сергеевна У меня в 16 лет мама умерла, а папа погиб на войне И здесь меня очень хорошо встречали Старшие товарищи по работе всегда оказывали мне помощь, любили меня очень, и я всех любила Особым гостем встречи стал ветеран Великой Отечественной войны И заслуженный работник московского коксогазового завода Николай Кулаков Сегодня ему 93, он один из старейших, ныне живущих сотрудников предприятия Сейчас на заводе не слышно запаха, изменений много Ну проезжали мы, там сад развивается, зелени много Так что порядок навели А в завершение мероприятия студенты колледжа поблагодарили пришедших работников и ветеранов завода за интересную встречу Подарили им цветы и сделали общий памятный снимок Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ